Накануне состоялось расширенное заседание Постоянной Думской комиссии по бюджету, финансам и налогам. Депутаты обсудили пять вопросов для включения их в повестку очередного заседания Думы. Основное внимание уделили бюджету будущего года. Главный финансовый документ будет рассмотрен в первом чтении уже 2 декабря. Игорь Борисов расскажет подробнее. Депутаты приняли к сведению прогноз социально-экономического развития города на следующий год и плановый период до 2018. И включили в повестку дня очередного заседания утверждения прогнозного плана приватизации муниципального имущества. К приватизации прилагаются три объекта. Два магазинчика в переулке Таёжной и административное здание в промзоне. Стоимость всех трех объектов пока определена в 6 миллионов 700 тысяч рублей. Параметры бюджета на следующий год представила начальник департамента финансов Людмила Пищугина. Бюджет сформирован бездефицитным. Доходы и расходы составят 3 миллиарда 664 миллиона рублей. При этом объем безвозьбедной финансовой помощи составит 84% этой суммы. Бюджет сформирован в структуре 18 муниципальных программ. Их реализация предполагает обеспечение социально-экономической стабильности. 100% расходы на обеспечение социальной гарантии. Заработная плата, налоги, перегодный проезд, коммунальные услуги, службы необходимы для нормального функционирования пожилучреждений. Нет приобретения основных средств, нет приобретения товаров, исключены командировочные расходы, периодическая печать. Частично включены расходы на приобретение конселярских и хозяйственных товаров. Уважаемые депутаты, прошу рассмотреть параметры бюджета муниципального образования Бородка в Ватнаме в 2016 год и вынести данный вопрос на ближайший станик Роскоп Думы для обсуждения. Замечание к проекту документа высказал председатель контрольно-счетной палаты. Он не согласился с оценкой планируемого уровня собственных доходов. Но главное замечание было связано с процессом формирования бюджета. Программно-целевой метод, а бюджет уже третий раз переставится в форме муниципальных программ, предполагает определение потребностей в муниципальных услугах количественных натуральных показателей, которые должны быть достигнуты в ходе реализации программных мероприятий. Муниципальная программа включает в себя и муниципальные задания, и показатели, которые должны быть утверждены. И вот на основе муниципальных программ, то есть на основе тех объемов финансирования, которые были рассчитаны при составлении муниципального задания, при общете количественных показателей муниципальных функций либо других услуг, должен формироваться бюджет. Вот этого, по мнению председателя контрольно-счетной палаты, достигнуть пока не удалось. И бюджет сейчас просто похож на смету расходов. И это недоработка всех участников бюджетного процесса, начиная с бюджетных автономных учреждений. Председатель Думы эту позицию поддержал. В любом случае, бюджет мы будем принимать. И этот как основной документ, как этот. Но все равно подходы концептуальные, стратегические к его формированию нужно менять. Собственно же к сметной, то есть финансовой части обсуждаемого документа, никаких претензий не прозвучало. Ну а совершенствование процесса формирования – это уже задача следующего года. Бюджет 2016 в первом чтении депутаты рассмотрят уже завтра, 2 декабря. Игорь Борисов, Григорий Волков, программа «Время местное». Депутаты рассмотрят уже завтра.